Очень долго мне казалось, что такое мучное изделие невозможно сделать в домашних условиях, для этого нужны специальные продукты и знания техники. Расскажу, как приготовить французский батон. В приготовлении этого блюда, как оказалось, нет особых трудностей, нужно только не лениться и правильно вымешивать тесто, а также дать ему время постоять. Все продукты можно с легкостью купить в магазине, а зачастую они есть на кухне у любой хозяйки. Главный секрет в приготовлении, в количестве воды и не только в тесте при замешивании. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В кастрюлю наливаю воду комнатной температуры, всыпаю дрожжи и муку, замешиваю тесто, которое липнет к рукам, накрываю его пищевой пленкой и оставляю на 14 часов в тепле. 2. Тесто увеличилось в два раза, затем обминаю его руками, чтобы отделить от стенок. 3. Стол присыпаю мука и вываливаю на него тесто. 4. Формирую из теста овал и разделяю на 4 или 2 части, в зависимости от количества батонов. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Каждый кусочек теста раскатываю, а затем сворачиваю оба края внутрь по длине. 6. Руками прижимаю тесто к столу и скатываю его в длинную колбаску, такие же действия провожу с оставшимися тремя частями. 7. Противень застилаю пергаментом и присыпаю мукой, выкладываю по два колбаски на него, у меня больше не помещается. Накрываю тесто пищевой пленкой и оставляю в тепле на 90 минут. 8. Через полтора часа батоны выглядят вот так, они увеличились. 9. Снимаю пленку и острым ножом делаю надрезы, по диагонали, по всей длине, с помощью пульверизатора сбрызгиваю батоны обычной питьевой водой и ставлю их в разогретый до 250-300 градусов духовой шкаф на 15 минут, а на самый низ ставлю сковороду с водой. 10. Спустя 5 минут снова сбрызгиваю батон водой и разворачиваю противень, а через 10 минут провожу такую же процедуру, после последнего сбрызгивания выдерживаю батон и еще 15 минут и снимаю с противня. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Дрожжи сухие, 0,25 чайных ложки, вода, 325 миллилитров, соль, 1,5 чайных ложки, мюка, 0,5 килограмма, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Заходите снова.